Сезон пауэрлифтинга в Приморье практически круглогодичный. Он привязан к календарю Российской Федерации этого вида спорта. В этот раз пришло время испытать спортсменов в одной особой дисциплине – в жиме лёжа. А чтобы привлечь больше участников с различных уголков страны, организаторы решили объединить здесь сразу четыре статусных турнира. К сожалению, достаточно малое количество спортсменов, которые участвуют в этом мероприятии или только занимаются жимом. Но есть и такие, которые очень высоких результатов достигли в жиме и занимаются только жимом. Тем более, что эта дисциплина сейчас относится официально к спорту – пауэрлифтинг. И действительно, даже объединение из нескольких соревнований не собрало более 40 спортсменов. И тем не менее, борьба получилась. Свою небольшую команду привёз, например, известный силач-экстремал Александр Мирошниченко. Он признался, что сам в жиме не профи. Однако считает, что сама дисциплина отнюдь не изгой в сфере пауэрлифтинга. Проще выступать в одной дисциплине, нежели три движения делать. Тренироваться проще. Опять же, у многих спортсменов есть какие-то ограничения по здоровью коленей, спины. А в жиме лёжа эти суставы используются в меньшей степени. Поэтому позволяет людям, у кого даже серьёзные проблемы со спиной, всё равно готовиться побеждать. Самое интересное, что на Дальнем Востоке куда большего успеха достигают именно девушки. Екатерина Галочка, например, несколько лет назад была журналисткой, затем решила уйти в спорт и не пожалела. И сама Катя, и её подруги нередко встают на всероссийские и международные пьедесталы. Говорят, в нашем регионе среди женского пола всегда есть на кого равняться. Валерия Тимощук раньше выступала на мастер спорта международного класса, добилась высоких спортивных успехов, выиграла чемпионат мира в своё время. Сейчас Ангелина Иловикова очень перспективная спортсменка, тоже МСМК. Старшие девушки, скажем так, подают хороший пример молодёжи. Они стараются за ними тянуться, как-то развиваться. А парней нет высокого уровня. И давно не было, там, с начала 2000-х годов. До конца этого года пауэрлифтеров ждёт ещё одна проверка сил. В ноябре в соседнем Артёме пройдёт краевой чемпионат по троеборью. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом.